Пациент скорее мертв, чем жив. Заседание регионального правительства по лесному хозяйству Ивановской области скорее походило на разбор полетов. Руководство региона недовольно работой Комитета по лесному хозяйству. Жители жалуются на беспорядки в лесах. За этот год полиция зафиксировала 107 фактов незаконной вырубки леса. Большинство преступлений произошло в Кенишемском, Шуйском, Ивановском и Комсомольском районах. Показатель раскрываемости таких дел около 40%. Около деревень Родниковского района была выявлена незаконная рубка 189 деревьев деловой древесины. Там сосна и пихта. А, береза немножко и сосна. И неустановленные лица. 189 деревьев вырублено, пни остались. И никто не знает. Так что за лесничий, если он работает в том районе, деревня рядом, вывозили 190. Это же не спичечные коробки. Их же в карман не положишь. И лесничий не знает. И участковый не знает. Все известно, Павел Васильевич. Все знают, кто рубит, для чего рубит. Кстати, вчера задержали сотрудника органов внутренних дел в Пучи же. Вырубил 6 сосен для строительства собственного гаража. Будет уволен. Почему древесина, которую незаконно спилили, но не успели реализовать черные лесорубы, остается гнить без дела в лесу и превращается в труху? Александр Никитин честно признался, что впервые столкнулся с таким нехозяйственным подходом именно при работе в нашем регионе. Задержать преступника, привлечь его к уголовной ответственности, ну, полдела. Главное, сохранить то, что было украдено и отдать людям. Там, ну, по какой-то цене у нас много социальных учреждений, которые нуждаются, наверное, в дешевой древесине. Не той, которая продается по рыночной цене, а в дешевой древесине. А она, естественно, будет по другой цене реализовываться. Неэффективные инвестпроекты тоже влетают в бюджет в копеечку, а если быть точнее, в миллионы. Фактически никаких инвестпроектов в ряде случаев нет. Идет просто банальный выруб лесов, и все. Инвесторы у нас с вами обладают существенными льготами против обычных арендаторов лесов. В частности, по нашим расчетам, необоснованные льготы, которые получают инвесторы, составили на сегодняшний день около 83 миллионов рублей. Начальник комитета Сергей Яблоков уверяет, что над проблемой работают. Такие инвестпроекты будут исключать из списка приоритетных. Будут раздоркнуты договоры аренды, а это предусматривает возврат полученных льгот. На очереди один такой инвестор уже есть. Это инвестор Ивановский лес, который не только не выполняет инвестпроект, но и не выполняет очень многие лесохозяйственные мероприятия. Однако Сергей Яблоков своей непосредственной работой занялся позднее, чем следовало. Павел Коньков дал поручение провести в комитете кадровые перестановки. И, вероятнее всего, коснутся они самого руководителя.